8 апреля Евгения Кунгурова нашли в мертвом центре Москвы. Звезда шоу «Голос» вышла в окно. Сегодня 11 апреля с артистом прощаются. Друзья и коллеги, в 15.00 в Москве началось прощание со звездой шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. На Троекуровское кладбище привезли гроб с телом артистом. Здесь пройдет гражданская панихида. Сами похороны состоятся через несколько дней в поселке Заречный. Именно там родился артист. Почтить память музыканта пришли не только близкие и знакомые, но и поклонники. Около 50 человек прибыли к началу церемонии. Все с цветами. И звезд замечены Игорь Наджеев, Эйфеликс, Зарикотем. Позже в прощальный зал зашли Зара, Екатерина Гусева, Владимир Абашкин. Певица и актриса от комментариев отказались. На Троекуровском кладбище появился Александр Морозов, который был знаком с Евгением на протяжении 20 лет. Он признался, что ничего не предвещало такой беды. И смерть приятеля стала для него большим ударом попрощаться с другом. И бывшим спутником пришла Елена Максимова. Она появилась в черном, траурном платке и бородовыми розами. Смерть Кунгурова стала для поклонников настоящим шоком. Многие не догадывались о том, что у Евгения были какие-то проблемы. Он всегда улыбался, был радостным, прекрасно общался с фанатами и даже поддерживал некоторых. Поэтому, когда СМИ сообщили о психическом расстройстве исполнителя, никто не поверил. Но самые близкие знали. Уже несколько лет артист мучается от ментальных проблем, которые усугубились на фоне алкоголизма. Артист смог побороть одну привычку, но справиться с другой сил не было. В 2023 он ложился в психиатрические клиники три раза, что подтвердил его отец. Известно, что канал Культура приостановил съемки программы «Романтика-романс», которую много лет вел Кунгуров. Их возобновят осенью. Но кто заменит Кунгуру, пока никто не знает. Светлая память артисту.